Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будут два товара прямо из Поднебесной. Именно вот такой вот крутой пауэрбанк на 20 000 мАч. Прямой конкурент пауэрбанку от Xiaomi. И вот такая вот умная зарядка с дисплеем под пальчиковые и мини пальчиковые батарейки. Вы ж помните, да, в том видео, что я вам говорил про кэшбэк? Не забывайте про кэшбэк, потому что я сам лично забываю. Вот была распродажа, я товаром накупил, а про кэшбэк забыл. И проворонил, ну, немного денег. Так что вы всегда помните, не делайте моих ошибок и возвращайте себе деньги с покупки. Ссылка на кэшбэк и на товары, повторюсь, будет в описании. Давайте смотреть обзор. Помните про кэшбэк. Погнали. Пауэрбанк B-Sitter BST-K6X. Новинка 2017 года с емкостью 20 000 мАч. Модель получила поддержку быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Два независимых входа, которые можно использовать одновременно для зарядки самого пауэрбанка. Микро-USB и Type-C с поддержкой Quick Charge 2.0. Два USB входа для зарядки ваших гаджетов, о них мы поговорим позже. А также есть удобный информативный дисплей. На данный момент King Kong является флагманским продуктом в линейке портативных аккумуляторов от B-Sitter и выступает прямым конкурентом для Xiaomi Powerbank 2. Комплект поставки типичный для подобного рода устройства. Здесь мы имеем само устройство, краткую историю на английском языке и кабель для зарядки micro-USB, который имеет лапшевидную форму. Длина его около 40 см. Банк имеет пластиковый корпус белого цвета. Не надо будет думать про какой-то чехол, чтобы не поцарапать свои гаджеты, если будете носить в одном отсеке. На корпусе есть пупырышки, как в Xiaomi-шном банке. Вообще прям литая копия, если не брать в расчет логотип B-Sitter в нижней части и наличие экрана в верхней. На экране отображается текущий уровень заряда. Кнопка включения и выключения находится сбоку, но вообще он включается автоматически при подключении гаджета. Все порты находятся на одной стороне. Имеем два USB для зарядки ваших устройств и по одному micro-USB Type-C на вход для подзарядки самого пауэрбанка. USB 2 с синим язычком умеет заряжать Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, MTK Flash Change. На противоположной стороне указаны технические параметры и по ним мы видим, что емкость гаджета у нас 20 000 мАч. Мощность 74 Вт.ч. Поддерживается быстрая зарядка через USB разъемы 9 Вольт 2 Ампера, а также 5 Вольт 2 Ампера. Через USB Type-C поддерживается 5 Вольт 2 Ампера и 9 Вольт 2 Ампера. То есть, такие же показатели, что и на отдачу. Кстати, можно заряжать пауэрбанк сразу через два порта одновременно. Так, сейчас мы подключим наш пауэрбанк. Он уже пустой, я его разрядил. И посмотрим, сколько же вольется в него энергии. Итак, мы видим, что зарядка пошла. Индикация у нас мигает. Наш пауэрбанк можно заряжать через micro-USB или Type-C. Сейчас у меня идет зарядка через micro-USB, потому как Type-C кабеля у меня нет. И мы видим, что у нас напряжение на тестере 5 Вольт и 1,4 Ампера. А на пауэрбанке 5 Вольт и 1 Ампера. То есть, в принципе, показывает все правильно. 5 Вольт, тут немножко больше. 1 Ампер, ну немножко больше, 1,5 Ампера у нас на тестере. То есть, это очень хорошо. На тестере уже не меньше, чем 1, а больше даже. Это плюс. Итак, наша зарядка закончилась. Мы видим на тестере, что у нас за 16,5 часов наш пауэрбанк с разряженного состояния зарядился на 100%. На 19874 мАч. То есть, как видим, потери почти нет на других пауэрбанках других фирм. Там потери значительные. И не на 100, а там 25 мАч, а там на 1000 мАч потери присутствуют. То есть, мы видим, что пауэрбанк имеет всю уместительность, которая заявлена производителем. А именно 20 000 мАч. Хочу заметить еще то, что у меня зарядное устройство мое не поддерживает быструю зарядку. И отдавало всего лишь 5 Вольт и там 1,5 Ампера. Если у вас есть зарядное устройство, в котором присутствует быстрая зарядка, то ваш пауэрбанк зарядится намного быстрее, чем за 16,5 часов. Это также очень важно. Беситер весит 443 грамма. Как всегда, производители внешних аккумуляторов стараются, наряду с поддержкой высоких токовых нагрузок, не забывать и внедрять современные технологии защиты. Здесь их можно насчитать аж 10 штук. Защита от высокой температуры, от перенапряжения, превышение напряжения на выходе, защита от короткого замыкания, неправильное использование разъемов, ресет, перегрузка по току, перегрузка аккумулятора на аппаратном уровне, защита от магнитных волн. Подключаем телефон к пауэрбанку. Видим, что зарядка пошла. На дисплее пауэрбанка показывает, что он отдает 5 вольт. На тестере же показывает, что он отдает 5 вольт, 2 ампера. Все верно. Пауэрбанк может отдавать от USB разъема Quick Charge 3.0 9 вольт и 12 вольт. Но для этого нам нужен кабель, который поддерживает такую передачу. Стандартный кабель поддерживает только передачу в 5 вольт. Так что при покупке пауэрбанка, имейте это в виду. Вот у нас уже пошла хорошо зарядка. Мы видим, что за меньше, чем за минуту, наш телефон зарядился на 20, грубо говоря, на 30 мАч. И посмотрим, на сколько он зарядится, допустим, через 10 минут. И так, как мы видим, за 7 минут у нас зарядился телефон на 280 мАч, грубо говоря, что я считаю хорошим результатом. В конце хотел бы отметить сильные и слабые стороны пауэрбанка. Итак, плюсы. Низкая цена. Высокое качество изготовления и сборки. Поддержка современных технологий зарядки, как на вход, так и на выход. Поддержка протокола быстрой зарядки для устройства на базе процессора от MediaTek. Поддержка до 3,2 А нагрузки при напряжении 5 вольт на один выход USB. Возможность заряжать устройство двумя входами для ускорения процесса. Высокий КПД аккумулятора. И честная емкость. Минусы банка отмечу. Большие физические размеры и вес. Отсутствие сквозной зарядки режима бесперебойника. Отсутствие поддержки слаботочных устройств. Интеллектуальные зарядные устройства S905W. Предназначены для аккумуляторов формата 2А, 3А. Ни MH, ни SD. Может одновременно заряжать аккумуляторы различного типа, размера и различной емкости. Зарядные слоты независимы. Можно заряжать от 1 до 4 аккумуляторов. После того, как зарядка аккумулятора завершилась, зарядное устройство автоматически переключается на зарядку минимальным зарядным током. Благодаря этому аккумулятор сохраняет оптимальную емкость. Также в зарядном устройстве имеется контроль перегрева, который защищает само зарядное устройство и аккумуляторы от перегрева и имеет функцию восстановления глубоко разряженных аккумуляторов. Ток заряда программируемый и определяется автоматически в зависимости от количества и объема заряжаемых аккумуляторов. Ну что, я думаю, в видео уже все было сказано. Сами думайте, покупать ли вам такой пауэрбанк или нет. Я считаю, вещь реально топовая и стоит своих денег. Зарядка. Не знаю, всем ли она пригодится, но если у вас есть пальчиковые или мини-пальчиковые батарейки, задумайтесь про ее покупку. Потому что, как по мне, вещь действительно годная. Я уже заряжал аккумуляторы, себе зарядил, друзьям зарядил. Удобно очень, что есть дисплей, удобно очень, что есть отображение зарядки. Также удобно, что есть разъемы под мини-пальчиковую батарейку и пальчиковую. Вставил 4 штуки, зарядил, на ночь, например, поставил и не паришься. В общем, рекомендую. А вы уже дальше сами смотрите. Не забывайте про ссылочки в описании и про кэшбэк. Да-да-да-да. Ссылка тоже есть. Спасибо за просмотр. Пока. А, кстати, не выключайте. Подписка на канал, лайк. Все по красоте. Комментарий. Короче, комментарий, задавайте вопросы, что буду знать, отвечу. Может, я не все рассказал про эти гаджеты. В общем, вы знаете, что делать. Пока. Пока.